Здравствуйте! Сегодня четверг, 26 октября. В эфире на Уральской обещательной компании информационная программа «Объектив». В студии Кирилл Пантелеев я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Гололед на дорогах Свердловской области убирает 110 единиц специальной техники, а в Новоуральске ежедневно на очистку территории выходит суммарно 6 единиц техники. Новоуральская полиция провела лекцию по профилактике мошенничеств в рамках Всероссийской недели сбережений 2023. Гиблиотека. Территория детства. В Новоуральске прошел всероссийский семинар, посвященный детскому и подростковому чтению. 110 единиц специальной техники задействовали в уборке гололеда на дорогах Свердловской области, где несколько дней наблюдается снег. В эти дни на работу по устранению зимней скользкости вышли 80 комбинированных дорожных машин, 9 автомобилей с отвала, 12 автогрейдеров и 9 единиц другой техники. Также дорожники работают на участке ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. Снег убирает комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области. А на территории Новоуральского городского округа ежедневно на очистку территории выходит суммарно 6 единиц техники, а именно 4 комбинированные машины, которые занимаются очисткой и посыпкой специального материала. Два трактора с распределителем противогололедных материалов. Важно отметить, что очистка территории проходит в три этапа. Первый – очистка магистральных дорог города, парковочных мест, прилегающих к образовательным и социально значимым учреждениям. Второй этап – очистка дорог второй категории. И заключительный этап – очистка местных проездов с жилой застройки. Помощь для тех, кто сам меняет мир вокруг. Прошла встреча лидеров сообществ, чьи идеи вошли в программу «Радиус доверия» 2023 года. В вечер они посвятили разбору своих проектов, как реализованных, так и тех, что еще в процессе, чтобы в будущем участники могли не допускать ошибки. Не за грами следующий форум, на котором сформируют предложение в программу следующего года. С подробностями Валерия Конева. Новоуральца уже не первый месяц реализует свои проекты в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия». Топливная компания «ТВЭЛ» поддерживает наиболее яркие и интересные идеи и оказывает содействие в их реализации. Мы уже наблюдали, как на улице Дудина появилась тропа здоровья. Вот-вот начнется турнир по хоккею. Вот так новоуральцы своими руками создают новые места отдыха, придумывают мероприятия, чтобы сделать жизнь в Новоуральске еще более насыщенной. Важно, что свои проекты они не зацикливают только на одной возрастной группе. Детский сад «Росток», например, в год педагога и наставника, свой проект посвятил ветеранам дошкольного образования. Мы поддержали инициативу ветеранов-дошкольников, организации пространства, где бы они могли встретиться со старыми добрыми друзьями. Сейчас у нас в стадии реализации этот проект мастерская возможностей каворкинг для старшего поколения. А чем все-таки ветераны у нас занимаются и чего хотят? Ветераны хотят творить, ветераны хотят узнавать что-то новое, как вести себя в социальных сетях, в сети интернет. Они хотят делиться своим творчеством, они хотят делиться тем, куда они съездили, показать, где они путешествовали. Поэтому у ветеранов очень много желания поделиться тем опытом, который у них есть. А вот Ассоциация многодетных семей открыла клуб «Мам. Счастливая мама. Счастливая семья». Проект вообще предусматривает два направления. Это творческие мастер-классы и психологическая поддержка мам. Потому что очень часто многодетные мамы не знают способы своего восполнения психологического здоровья. Мы проводим различные техники, например, сказка, терапия, нейрографика. Мамочки рисуют, решают свои внутренние проблемы. И, приходя домой, уже имея такой опыт, они могут его перенести на своих деток и точно так же решить какие-то у них проблемы. А творческий мастер-класс – это возможность маме расслабиться, уделить время самой себе, детки рядышком играют, что-то где-то сделать, научить детей этому же тому, что тебя научили. Финансовая поддержка. На этом помощь инициативным горожанам не заканчивается. Даже во время реализации проектов или же после завершения участники форума прошлого года, можно сказать, проводят работу над ошибками. С местными экспертами, которые оказывают информационную поддержку на всех этапах, активисты делятся проблемными вопросами, вносят свои предложения, которые облегчат путь будущих участников. А новички пополнят ряды участников уже скоро. 10 ноября пройдет защита проектов этого года на городском гражданском форуме. Это логично, когда говоришь о новом, подвести какие-то определенные итоги. Но итоги не ради итогов. Сегодня такое прошло живое, мне кажется, очень важное обсуждение. Потому что у нас реализуется 22 локальных проекта и два городских. Сегодняшнее общение дало возможность друг с другом поговорить, какие-то проблемные точки задеть, в том числе услышать друг друга. И, наверное, еще какой-то информационный такой шаг, рассказать друг другу, потому что делились все, а что, собственно, в городе происходило. 10 ноября впереди новый форум, там уже гораздо больше заявок, уже жестче конкуренция. Но на форуме снова все, кто будет представлять проекты, сами же и будут за них голосовать. И уже по итогам этого рейтингового голосования будем представлять проект программы городских изменений в ТВЭЛ, на экспертное уже рассмотрение. А пока инициативные новички готовятся к защите проектов, мы можем поддержать своими голосами участников форума прошлого года. На платформе «Новоуральск. Выбирает. РФ» 1 ноября появится голосование, во время которого мы, жители города, сами сможем выбрать наиболее интересную для себя идею. Победителя народного голосования отметят памятным призом. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, «Новоуральская вещательная компания». В этот период в России активно ведется осенний призыв. В 2023 году осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится она до 31 декабря. В это время молодых людей, которые достигли призывного возраста, провожают в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Провожают новобранцев и в Новоуральске. Подробности далее. «Я служу России». Эти слова с гордостью могут произнести ребята, которые отправляются на срочную службу вооруженные силы Российской Федерации. Для поднятия духа будущих солдат детско-юношеский центр традиционно проводит день призывника. На встречу к молодым людям пришли участник специальной военной операции Игорь Латкин, ветеран старшина запаса ВДВ Дмитрий Калистов и военный комиссар города Алексей Верхотуров. «В добрый путь. Вам хочу пожелать крепкого здоровья, хочу пожелать воинского коллектива и удачи. Удачи, ребята. Служить будете вы ровно один год. В следующем году вы уже вернетесь. Время, которое вы провели в армии, навсегда останется в вашей памяти». Еще вчерашним школьникам придется стать настоящими мужчинами, научиться новому и получить военно-учетную специальность. В армии рождаются истории возникновения настоящей дружбы. И с какими бы трудностями не пришлось столкнуться ребятам, плечо товарища всегда поможет. Желаем призывникам легкой службы. Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. В эти дни по всей стране проходит Всероссийская неделя сбережений 2023. В рамках этого мероприятия в городской публичной библиотеке состоялась встреча сотрудников правоохранительных органов города Новоуральска с гражданами пожилого возраста и студентами Новоуральского технологического колледжа. Подробности в сюжете. Сотрудники полиции регулярно обращают внимание на то, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов и социального статуса. В ходе лекции граждане были проинформированы о распространенных видах мошенничества, таких как широко известные схемы, безопасный счет, ваш родственник попал в ДТП и набирающий популярность схемы «Проголосуй за мою племянницу», звонок сотрудника компании сотовой связи и сообщение от руководителя. Сегодня нашему редактору Валерии Коневой поступил звонок от мошенника. Человек представился сотрудником техподдержки портала госуслуги. Сотрудник пояснил, что был зарегистрирован вход в личный кабинет из города Хабаровск, а также были зафиксированы попытки перерегистрировать аккаунт на другой телефон. Мошенник, играя роль сотрудника техподдержки, пытался заполучить личные данные нашего редактора. Учитывая интерес молодой части аудитории, сотрудники полиции уделили особое внимание интернет-мошенничествам, покупкам через маркетплейсы и интернет-магазины, онлайн-казино, участия в предложенных мошенникам биржевых операциях. Важно отметить, что все присутствующие получили рекомендации по правилам безопасного поведения, соблюдение которых может помочь не стать жертвой мошенников. Ведь за 9 месяцев 2023 года зарегистрирован рост числа мошенничеств на 112% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Полиция Новоуральска призывает граждан к бдительности, ведь несмотря на проведение профилактических мероприятий, уровень мошенничеств на территории города остается высоким. Город на Уральском перевале. Город, прославивший Урал. За что мы, горожане, любим наш Новоуральск? Быть может, за удивительную природу или за уютное, комфортное проживание? А может быть, за развитие инфраструктуры и прекрасных людей? Моя коллега Елена Мельникова на улицах города задавала Новоуральцам именно такой вопрос. А за что вы любите наш город? Здесь люди, наверное, добрые, отзывчивые. Наверное, из-за этого. У нас такой удобный для жизни город, спокойный, то, что как бы безопасный здесь. Здесь очень тихо и спокойно. Он такой домашний какой-то, вот такой, знаете, родной. Хоть я приезжая, с Волги приехали мы. Очень с 2004 года. И вот сразу как-то влюбились в этот город. И вот уже будет 40 лет здесь. Ну, за красоту, во-первых, мне нравится все. И зелени столько. Умные люди здесь живут. Я давно здесь живу. Раньше мы назывались маленькой Швейцарией. Хотелось бы, чтобы так бы и осталось. Чтобы индивидуальность все-таки сохранилась у города. Порой нам кажется, что гаджеты вытеснили все остальные способы проведения досуга. Но наши библиотекари с этим могут поспорить. Подтверждение они видят ежедневно. А чтобы тенденция детского чтения продолжалась и дальше, сотрудники вместе ищут новые подходы в работе. И делятся опытом друг с другом. Подробности в сюжете. На этой неделе Новоуральск встретил гостей со всей страны. Десятки сотрудников библиотек дали старт семинару-практикуму, который посвящен чтению детей и подростков. Детская библиотека Новоуральска, которая совсем недавно отметила свое 70-летие, распахнула свои двери для представителей 60 российских храмов книг. И наш город выбран неспроста. Ранее в Российской библиотечной ассоциации секцию публичных библиотек возглавляла Партова Светлана Федоровна. И практически на нашей территории мы участвовали формирование библиотечной политики России. Поэтому здесь у нас есть, что посмотреть, что подглядеть, чему поучиться. В тех условиях, когда нас национальным проектом поддерживает правительство и президент, это, конечно, очень важно. И наша территория в том числе, благодаря национальному проекту, развивается. Участники семинара уже успели пройти двухдневный образовательный интенсив. Обсудили сказкотерапию, процесс, в котором сказки и события в них транслируют на реальную жизнь. Тренды библиотечного обслуживания и участия книги в жизни молодых инвалидов по зрению. Современные библиотеки сегодня – это пространство большого функционала, новых проектов, исследования трендом. Вслед за развитием аудио и электронных форматов книг, свои направления работы поменяли и библиотеки. Библиотеки ведь тоже не закостеневший институт. Мы тоже постоянно меняем практики подхода к читателю, практики обслуживания. Понятно, что, например, всегда противоставляют книгу против гаджета, но на самом деле чтение проразное. Мы в том числе и выдаем интернет-книги, и аудиокниги. И хочется, чтобы библиотека была постоянно в поле ценностей родителей, взрослых. Например, библиотека нулевых и библиотека десятых, и вот сейчас библиотека двадцатых. Совершенно три разные истории, потому что мы тоже постоянно какие-то новые вени, пытаемся понять, как будет читателю удобно, зачем мы им нужны. Позади у гостей обзорная экскурсия по городу и обмен опытом с коллегами из Новоуральска. На дневной сессии наши библиотекари представили свои наработки в области создания комфортного пространства для чтения и различных дополнительных направлениях работы библиотек. Большую роль отвели началу пути ребенка в этом увлекательном мире чтения. В Новоуральске, например, в детском абонементе ребятишек встречает целый книжный город. У нас здесь и солнышки, у нас здесь и даже Карслан живет на крыше. У нас здесь, как говорится, крокодилы, воробьи, все. И игрушек очень много, что дети, конечно же, любят. Ну и, конечно же, самые интересные у нас книги, которые сейчас идут очень красочные, красивые. И порой там читать совсем немножко, да, а иллюстрации какие красивые, потому что художники стараются, все для детей. У нас ребята приходят в библиотеку с удовольствием. Они прибегают и одни в библиотеку с утра. Они прибегают к нам с учителями, со своими педагогами и с воспитателями детских садов, потому что мы работаем и с детскими садами, и работаем со школьными образовательными учреждениями. Первый раз, конечно же, с родителями, но большей частью с бабушками, дедушками. Сейчас очень нравятся книги, вот, например, «Холи веб». Вот у нас стоит, прямо они стоят всегда на виду, чтобы ребята приходили и их выбирали. Читают, книги детективного жанра, потому что это они тоже очень любят. Есть такие книги Кати Матюшкиной, где ты можешь побывать даже следователем и расследовать какое-то дело. Да, и сейчас вот очень много за этот год прочитали книг Владислава Петровича Крапивина, потому что это особенная тема в этом году, это год Крапивина. В наше время чтением увеличены не только дети, но и их родители. Престиж чтения как функционального, так и художественного высок. Библиотекари уверены, что сейчас мы на пике книгоиздания и разных практик, многие из которых посвящены выбору индивидуальной траектории чтения порой даже в обход канунным изданиям, но зато в удовольствие для читателя. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, Новорайская вещательная компания. Учащиеся образовательных учреждений и жители города активно принимают участие в благоустройстве города и в создании активной обстановки. Самая главная проблема, с которой сталкиваются люди, это найти финансовую поддержку для своего проекта. Подробности в сюжете. На минувшей неделе на базе школы номер 54 прошло итоговое мероприятие. Администрация и учащиеся школы рассказывали об успешно реализованных проектах, которые получили грантовую поддержку. Первый проект, который украшает не только территорию образовательного учреждения, но и весь город, стал «Раскрасим все». Его идея заключается в создании граффити на фасаде трансформаторной подстанции рядом с учебным заведением. Надо отметить, что проект поддержан грантом Уральского электрохимического комбината на осуществление программ в области образования и доступной городской среды. Он связан с созданием арт-объектов. Есть у нас уже кто-то, обращал внимание, на улице Ленина, возле 41-й гимназии, трансформаторная подстанция, разрисованная, действительно нравится ребятам. Наверное, больше это культура молодого поколения, но я думаю, что всем новоуральцам тоже интересно, когда такое происходит в городе. И вот сегодня между гимназией 54-й школы появился новый арт-объект. Это еще одна трансформаторная подстанция, которая раскрашена художниками идеи ребят, вдохновленные детьми и поддержана уральским электрохимическим комбинатом. Еще один проект, который успешно реализован, возник у юных исследователей школы 54 в процессе изучения состояния притоков Верхневенского пруда. Важно отметить, что идею проведения экологического праздника День Верхневенского пруда поддержали эксперты образовательной платформы Экостарт, уральский электрохимический комбинат, который выделил грантовые деньги на ее реализацию. А представители администрации Новоуральского городского округа предложили объединить в один праздник два события. Оздоровление нашего водохранилища путем зарыбления и День Верхневенского пруда. Мы говорим День рождения Верхневенского пруда и надеемся, что станет традиционным, потому что на самом деле самим ребятам очень полюбился и понравился этот проект, и жителям города тоже. Люди приходят с идеей, говорят о том, что мы хотим что-то сделать, и не всегда находится выход для того, чтобы это реализовать. И вот в городе существует множество сегодня вариантов поддержки идеи инициатив. Один из них детский форсайт, Управление образованием третий год подряд реализует этот большой масштабный проект, когда команда ребят из любой школы может заявиться с любой идеей. Сегодня на базе школы номер 54 действует сплоченная команда педагогов и учеников, потенциал которой позволяет не только развивать школьное образование, но и делать сам город лучше. Только совместными усилиями они смогут добиться выдающихся результатов и успехов в образовательной и общественной деятельности. Кирилл Пантелеев, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. На этом наш выпуск подходит к завершению. Увидимся с вами завтра в эфире Новоуральской обещательной компании на телеканале ОТВ в 19 часов. У меня на этом все. Берегите себя и до новых встреч. Новоуральской обещательной компании на телеканале ОТВ в 19 часов. Новоуральской обещательной компании на телеканале ОТВ в 19 часов. Новоуральской обещательной компании на телеканале ОТВ в 19 часов.